друзья всем привет вы на канале сканди house и сегодня у нас очередной домашний влог мы будем с вами готовить вкусную карбонару вместе проводить время немножко позанимаемся цветами и я расскажу как моя дочка помогает мне по домашнему хозяйству начну с того что своих детей я воспитываю по системе монтесори я думаю что вы все знакомы с этой системы мне очень нравится она я даю свободу своим деткам свободу выбора свободу игрушек а дочка начала самостоятельно гладить самым обычным утюгом она просит меня погладить вот эти полотенчики кухонные ей это безумно нравится и конечно же в первый раз я рассказал ей полный инструктаж все меры безопасности поэтому у нас слава богу не было никаких инцидентов и ей очень нравится гладить ей нравится сам процесс она получает от этого массу удовольствия поэтому не бойтесь экспериментировать обязательно расскажите деткам о правилах безопасности во время глажки а дочка начала самостоятельно гладить самым обычным ну и конечно просто доверяйте своим деткам потому что это один из принципов монтесори моя дочка погладила мне полотенчики и она с огромной радостью относит их вот в такой специальный ящичек где мы храним все наши фартуки и вот теперь тут будут храниться еще и выглаженные полотенчики но у нас выходные мы проводим время вместе с семьей у нас возле дома есть вот такая горка всю зиму здесь и детвора и взрослые катаются на плюшках ватрушках ну и мы тоже не без исключения очень нравится нам эта горка она достаточно безопасная поэтому предлагаю вам насладиться зимними забавами едем едем давай едем забежала сегодня в магнит косметик и нашла вот такой вот плед 150 на 2 ме таким образом выглядит плед на кровати мне очень нравится цвет это такое зелено-серо такой припыленный цвет он очень хорошо гармонирует со шторами тоже такого розового пыльного цвета и хочу еще поменять здесь подушечки на такие тоже приглушенные оттенки возможно оставлю серый какой-то бежевый и вот такой же припыленный розовый и еще хочу вот здесь вот девочкам повесить балдахин но не хочу сверлить этот потолок поэтому придумаю какое-нибудь крепление которое не предполагает сверление а возможно на какие-то клеющиеся крючочки мне понравилось что этот плед именно в длину 2 метра потому что все предыдущие пледы которые я сюда смотрела они максимум 170-180 сантиметров поэтому они были до где-то вот до сюда и получается что полностью вся кровать с ним была застелена а вот этот пледик идеально сюда подошел поэтому если вы ищете плед вот на такую кушетку то обратите внимание в магнит косметики продаются такие сам пледик сделан из флисовой ткани но это полиэстер но он достаточно такой вот приятный на ощупь не знаю как он долго прослужит в плане катышек или после стирки как он себя будет вести но пока мне очень нравится сейчас покажу супер помаду которая продается в маркет косметики это мэйбеллинг оттенок 250 мэстик но называется просто нереальный цвет просто нереальный цвет она такая вот не матовая на губах она смотрится очень классно очень дорого цвет такой немножко припуленный розовый поэтому советую запомните 250 но у нас уже наступил вечер и мои домашние попросили меня приготовить им карбонару я готовлю по и своему фирменному рецепту с удовольствием с вами им поделюсь вот как он выглядит я нарезаю лук не могу сказать что это мелко но а по обычному я в принципе всегда так его нарезаю добавляю на сковороду оливковое масло и нарезаю вот такой соломкой бекон или грудинку копченую что у вас есть у меня достаточно много потому что я готовлю на 4 человек и добавляю 20 процентные сливки 500 миллилитров солю перчу немножко добавляю чеснока и добавляю 2-3 столовых ложки соевого соуса он придаст нашему сливочному соусу особую пикантность обязательно попробуйте добавлять этот ингредиент а когда готовите карбонару именем у меня варятся макароны а я отварила их до стадии аль денте когда наши макароны будут готовы то мы соединяем уже вареные макароны только ни в коем случае их не промывайте с вот этим вот загустевшим соусом из наших сливок бекона лука и всякие прочих специй я добавляю вот таким образом у меня такие тоненькие спагетти но можно взять потолще тогда мне кажется тоже будет очень вкусно можете взять бантики а любые макароны подойдут так как я готовлю еще и детям я не добавляю в сам соус желток я добавляю его отдельно в наши тарелки для взрослых детям я желток не добавляю ну вот я перекладываю в тарелочку делаю такую ямочку и сверху выкладываю желток и сыр и можно подавать вы не представляете как это вкусно в дополнение я еще сделала салат из рукколы и помидоров кедровых орехов из сыра смешала для заправ дижонскую горчицу масло немного обычной горчицы меда и вот таким образом я заправляю свой салат вы не представляете это очень вкусно обязательно попробуйте приготовить что-то подобное но у нас уже следующий день понедельник меня много работы но у меня отменился один созвон и я решила заняться в это время пересадкой своих растений потому что уже надвигается весна в скором времени вообще еще рано конечно пересаживать но у меня есть одно растение за которым я хотела бы немножечко понаблюдать более активно и и проверить все ли с ним в порядке потому что вот этот замиокулькус у меня стоял на окне и у него начали желтеть листья и мне показалось что я перезалила его я знаю что я очень активно ухаживаю за своими комнатами растениями поэтому я могла немножко переусердствовать с поливом я знаю что замиокулькус не очень любят когда его обильно поливают поэтому я решила его можно так сказать реанимировать и да действительно у него оказались два или три корешка немножко подгнивших поэтому я их удалила вырезала и вот таким образом я проверяю все корешки стряхиваю вот эту землю которая осталась решила немножко пересадить его в более узкий горшок потому что мне кажется вот этот коричневый был для него слишком большой землю я использую специальную для суккулентов она достаточно рыхлая в немного торфа по-хорошему еще добавить бы песочка туда но на улице сильный мороз весь песок на улице замерз но и я решила обойтись просто одной землей и теперь я буду пересаживать этот цветок используя керамзит выкладываю где-то одну треть горшка керамзитом все остальное засыпаю немножечко самим самим грунтом и начинаю пересаживать свой цветочек я думаю что вы знаете да что особенно земля кулькаса состоит в том что его не нужно обильно поливать и вот эти корешки вот эти сами клубни они должны не сильно быть посажены поэтому я сажаю их неглубоко чтобы а вот эти новые побеги они смогли протиснуться сквозь землю и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И это то, как раз, что любят Замиакулькасы Будет стоять он у меня вот здесь, вот возле детской кухоньки И радовать моих девочек Моя соседка нарвала где-то мне отростки Монстеры И Новый год подарила мне их в качестве подарка Это действительно очень здоровский подарок Потому что я люблю цветы И я вот в течение двух месяцев укореняла вот эту Монстеру Вот такие корешки у нее образовались Поэтому я сейчас буду ее пересаживать в грунт Возьму как раз вот этот вот горшок В котором у меня был посажен Замиакулькас И мне кажется, он как раз для Монстера будет самое то Субтитры сделал DimaTorzok Я решила по полной заняться цветами Занимусь еще немножко вот этой сенсивиери Я ее пересадила еще осенью Но зачем-то разделила на мелкие соцветия вот эти Она такое не любит Поэтому я решила соединить из двух горшков Посадить все в одной В один горшок В последнее время мне очень нравятся глиняные горшки Это вот такой коричневый горшок, который я посадила в свою Монстеру Но вот этим горшочком белым у меня уже очень много лет Наверное лет 5 или 7 даже Я покупала их в Икеа Но это не горшки, это кашпо И в принципе они прекрасно сохранились Они белые, такие классические Мне нравится сочетание белого горшка и зелени Зелени Играет музыка Играет музыка Я решила по полной сегодня заняться уже цветами. Это у меня антуриум, он у меня болел очень сильно, я думала, что мне придется его выбрасывать, но тем не менее он у меня оклемался. И вот сейчас я вижу, что у него достаточно хорошие корни, я стараюсь их полностью освободить от старого грунта, потому что немножко помассировать вот так вот корни, потому что я хочу полностью обновить ему грунт. И почему именно сейчас я пересаживаю, потому что я боюсь, что он в скором времени зацветет и у меня вообще не будет возможности пересадить этот цветок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня осталось немного грунта, это обычный уже грунт для комнатных растений, не для суккулентов. И я решила добавить вот этот свежий грунт к своему спатифилиуму. Он у меня тоже такой на реабилитации находится, потому что в прошлом году я чуть его не потеряла, сейчас расскажу почему. Я купила такую плетеную корзину, как сейчас вот продают на Алиэкспресс или в Икее, и запихнула туда. Но через эту корзину совершенно не проходит вентиляция и корни начали загибаться. Мне пришлось его резко реанимировать и спасать. Ну, вроде сейчас он уже оклемался. Расставляю всех своих друзей по местам и наслаждаюсь тем, как красиво сразу стало с новыми комнатными растениями. Вот этого товарища решила поставить перед собой, чтобы наблюдать за ним, как у него будут дела. Кстати, я обильно еще полила все цветочки, кроме замиокулькаса. Ну и теперь я немножечко прибираюсь у себя здесь, потому что хоть я и использовала одноразовую скатерть, но все равно где-то земля просыпалась. Поэтому сейчас быстренько приберусь и побегу дальше работать на своей работе удаленной. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, что вы узнали что-нибудь новенькое или просто посмотрели на другую жизнь, как другие занимаются тестами. Я очень люблю подобные видео, видимо, поэтому я и создала свой канал. Хочу тоже делиться с вами какими-то своими покупками, какими-то своими идеями, своими мыслями и так далее. Я буду рада, если замотивировала вас приготовить вкусный ужин, вкусную карбонару, научить своих детей гладить и помогать по дому, заняться цветами, совершить какие-то нужные покупки для дома. Поэтому я желаю вам всем хорошего дня и до встречи в новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok